Социальная поддержка и ее совершенствование. Сегодня президент принял министра труда и соцзащиты. Один из главных вопросов – пенсионное обеспечение. Какими темпами оно растет и в каком состоянии фонд социальной защиты? Ведь государство гарантирует размер пенсии не ниже 40% от средней заработной платы. Но у всех ли так? Особое внимание уделили отдельной категории военнослужащих. В начале 90-х вооруженные силы значительно сократили. Без должной выслуги сегодня эти люди не могут получать достойные пенсии, ведь законодательство с тех пор серьезно изменилось. Может ли государство подставить плечо, когда дело касается всего 2000 человек? Уж не то, вы знаете мою практику, все, что касается денежных вопросов, особенно не исключений, там поощрений, льгот. Здесь надо действовать аккуратно. И дело не в том, что жалко людям помочь, что-то жаль. Нет, не в этом дело. Главное, чтобы мы снова не разбалансировали систему. Потому что кого-то поддержали, кому-то льготу предоставили, обиделись остальные категории. Ну и пошло-поехало. Поэтому я вас пригласил, чтобы вы предложили мне, к чему это приведет, зачем это нужно и во что это выглядит со финансами. Указ, разрешающий спорную ситуацию, был готов. Александр Лукашенко в целом его одобрил. Хоть вопросы узкие, но наболевшие. Речь шла и о других болевых точках. Отдельные вопросы рассматривались, конечно, в части занятости населения. Это уровень безработицы, количество вакансий, как идет переобучение. Надо сказать, что сегодня практически уже 6 тысяч человек использовало свое право. Вопросы о демографической ситуации. За первые полугодия на 1718 детишек родилось больше. Все пособия выплачиваются в полном объеме. Если вдруг у нанимателя, я имею в виду, прежде всего, это небольшие организации, нет средств на выплату пособий женщине или ее мужу, то он должен просто своевременно их запрашивать в фонде соцзащиты, потому что эти средства сразу же выделяются. Касались вопросов своевременности выплаты заработной платы. Это просто по конкретным предприятиям. Зарплаты, пенсии, пособия. Если нужно, то и адресная социальная помощь. Все должно выплачиваться вовремя, ведь в этом и есть суть социальной защиты. Таково резюме сегодняшней встречи.